В 20 лет музыкант Элисбар ездит по городам и странам и дарит свою музыку людям. От фамилии он отказался давно. Друзья и зрители зовут его по имени. Он играет в кафе, в театрах и даже под церковными сводами. Его светлые мелодии везде уместны и приятны. А начинал он, как и все мальчишки, с привычной гитары. Мой дядя играл. Я был совсем очень маленький. Мне было года 3-4, но когда он брал гитару и пел, я блел и таял. И он пел такие очень интересные, философские песни. И это очень сильно на меня повлияло. Музыкант играет на нескольких десятках инструментов. В его коллекции их более 250 из различных уголков света. Неудивительно, что некоторые из них даже опытные ценители музыки видят и слышат на концертах впервые. Для многих становится откровением космические звуки сансулы. Конечно, все инструменты не могут поместиться в дорожную сумку. Да и концерт с использованием такого музыкального багажа длился бы не один день. Поэтому в разные турне Лисбар берет разные инструменты. Единственная спутница всех его странствий – это арфа. На ней он играет не только во время выступлений, но и на лечебных сеансах арфотерапии. В начале сеанса Лисбар играет различные ноты и просит, не задумываясь, называть понравившиеся звуки. Из них складывается тональность, в которой арфист начинает импровизацию. Такая терапия избавляет от усталости и головной боли. И главное – помогает найти гармонию в мире. Честно говоря, даже говорить не хочется. Настолько внутри все так приятно, приятно. Такое ощущение, будто я пришла домой. И так меня там ждут, любят. Я всех люблю, я так рада всем. Несмотря на то, что Лисбар сам способен выступать как человек-оркестр, чаще его можно услышать в составе группы. Постоянной сыгранной команды нет. В каждом городе к нему может присоединиться любой инструменталист или вокалист и отыграть 2-3 концерта. Выбор артистов зачастую диктует случай. Впрочем, случайные люди на сцене появиться не могут. Здесь есть ребята из Санкт-Петербурга, есть ребята из Москвы. То есть такая, так сказать, сборная солянка, которые, так сказать, единомышленники Лисбара. Для кого интересна там музыка, которую играет Лисбар, и кто готов, в принципе, вносить туда какой-то свой опыт и свое звучание. Сегодня Петербург, вчера Киев, завтра начало большого тура по Европе. Богебная праздность – здесь редкий гость. Однако музыканту в своих непрерывных скитаниях удается не потерять самое важное – чувство дома. Лисбара домом становится любое место, где к нему приходит музыка. Мария Новикова-Охонская, Дмитрий Соколов, Татьяна Кудрина. Однажды утром.